Реликтовые сосны на дрова в Сосучейском бару Анонского района вот уже больше года стучат топоры и гудят электропилы. После большого пожара леса разделили на деляны и продали местному населению. Яна Легун продолжит тему. Чтобы купить дешевый стройматериал в Сосучейский бор приезжают жители со всех районов Забайкальского края. На этой деляне работа кипит. Так называемую деловую древесину заготавливают сотрудники Шилкинской конефермы. Грузить лес помогает местное население. Древесина средняя, нормальная. Сегодня можно еще заготавливать и строить с него что-нибудь. То, что непригодно для строительства, идет на дрова. И такого материала здесь больше. Горельник в первую очередь убирает возле населенного пункта. Топоры в лесу стучат уже больше года. Однако фронт работы по-прежнему остается огромным. Среди мер, которые принимаются для предотвращения пожара, прокладка минерализованных полос. Проведена минерализация почвы. Минерализация полоса проложена на площади 1001 километр. Работа ведется и по восстановлению цесучейского бора. По плану в этом году нужно заготовить 160 килограммов семян. Посадочный материал выращивают в специальных теплицах. Как только корневая система становится крепкой, сосенки отправляют на адаптацию. На этих малышей, которые едва выглядывают из-под снега, возлагают большие надежды. Если огненная стихия не разбушуется вновь, то через несколько десятилетий ситуация стабилизируется.